всем привет меня зовут светлана и здесь мы обсуждаем парфюмерию большое спасибо что зашли сегодня будет долгожданная тема так что пожалуйста если вам интересна тема парфюмерии если вы любите об этом дискутировать спорить обсуждать пожалуйста подписывайтесь на этот канал на мой телеграм-канал давайте оставаться на связи и конечно же пишите в комментариях что вы об этом обо всем думаете сегодня будет долгожданная тема которой я готовилась очень тщательно сегодня мы пообсуждаем арабские ароматы на осень у меня будут клоны и у меня будут совершенно самостоятельные ароматы которые просто бесподобны совершенно удивительного качества стойкости и шлейфа давайте уже поговорим первую очередь хотел похвастаться своей новинкой долгожданный гиза пишется как гиза но говорят гиза и это империал валы имперская долина смотрите какой шик здесь 200 миллилитров и это совершенно не дешевое удовольствие это не является клоном ничего что я знаю хотя сравнивают уже со всеми знаменитыми ароматами но давайте поговорим посмотрите какое роскошество и прям цвет флакона подходит под мое украшение это очень популярный сейчас аромат на востоке и он уже везде везде начал проникать звучание очень богатая за счет того что здесь есть кожа кожа очень красивая если вы знаете омбре лена от tom ford вы понимаете о чем я говорю такая же мягкая кожа сладковатая здесь очень много есть ароматических нот здесь есть розмарин здесь есть добавно здесь также добавлен розовый перец тут ветивер и мускус звучание очень мягкая видимо за счет мускуса есть сладость и кожа от конечно здесь есть он красивый благородный но совершенно не арабский если вы боитесь арабского звучания уда откровенного он здесь очень дорого звучит опять повторюсь это не дешевое удовольствие это не дешевый парфюм я покупала вот эти 200 миллилитров здесь 200 миллилитров 6 и 7 200 миллилитров я покупала за 150 долларов и вы знаете действительно благородный стойкий шлейфовый осенний аромат вот этот аромат можно носить осенью хочется таких ароматов осенью с кожаным богатым звучанием здесь и ароматические ноты есть и сладость и он такой обволакивающий совершенный унисекс как и омбре леды если вы знаете омбре леды от tom ford вы понимаете как он звучит вот примерно так он и звучит его уже сравнивают по степени своей распространенности популярность его уже сравнивают с бакарой уже появились на него клоны вот такой интересный аромат вот пожалуйста знакомьтесь тестируйте мне кажется есть меньший объем но я видела меньше объем только в паре с другим ароматом то есть вот такой маркетинговый ход но так наверное даже интереснее но вот я очень рада своей покупке буквально три дня назад я его получила и уже вот я чувствую что я его буду носить однозначно мне очень нравится я хотела умбре леды покупать этом форда и вот сейчас я очень довольна что он у меня появился я ожидала чего-то другого я не думаю что мне настолько понравится честно вам признаюсь смотрите какое роскошиство вот это конечно очень красиво сразу чувствуется до размах шик блеск следующий аромат о котором я бы хотела поговорить тоже совершенно самостоятельный аромат пожалуйста обратите внимание на название хэппин из даус арчи сида r2t почему я говорю обратите пожалуйста на него внимание потому что в программе ски вы его не найдете к сожалению это тоже не совсем бюджетный аромат но он очень очень богатый и очень красивый и конечно же именно осени он будет шикарно звучать по другому я не скажу это очень красивое сочетание розы и табака мне очень нравится это сочетание например бдк я не могу тот аромат носить мне выдают бензин пожалуйста пишите как вы к бдк таба голос голос таба на французском да мне там идет очень жесткая нота не знаю что может быть так амбра мне выходит но вот как будто бензин здесь это очень мягко и здесь также есть шафран ну конечно шафран кожа здесь есть благовония гвоздика амбра карамель сандал мускус бабы тонко ваниль мох и табак базе очень богатый насыщенный такой замшевый даже вот аромат потому что идет замша здесь указано кожа но мне все-таки когда есть шафран мне больше идет замша очень богатый очень приятный окутывающий согревающий не вот полу гурманский потому что здесь карамель да есть здесь есть бабы тонко сладкий безусловно табак красиво оттеняет это очень и мог кстати говоря очень богатое звучание вот я к сожалению нашла его только на одном сайте и всего один раз видела как о нем упоминали и также я хотела другие посмотреть флаконы от этого дома но они все солдат представляете все распродается вот так тяжело найти но роза с табаком это будет потрясающе звучать осенью шлейф стойкость все хорошо так это то что не клоны и теперь переходим к клонам и первый клон о котором я хотела сказать это масса от латафа это конечно выглядит ну чтобы вы могли предположить амбра с розой но это клон ганимеда такой ультра современный аромат запакованный в лампу аладдина но я что хочу сказать ну потрясающее сходство у меня есть ганимед я очень люблю ганимед и сходство нереальное просто как вы понимаете латафа уже не делает стопроцентные кофе и многие арабские клоны они больше вдохновляются если так можно сказать да но все равно есть какой-то чуть-чуть отличие всегда что-то вы найдете новое здесь добавлено манго но аромат конечно не особо манговый и манга не сладко манга больше дает сочность что ли но здесь также минеральные ноты округлые металлические как в ганимеде и дальше уже и османтус да и и бессмертник здесь и замша такая мягкая вы все почувствуете то же что в ганимеде я бы не сказал что я даже манга могу почувствовать честно вам признаюсь но может быть сочность добавляется либо видите как они обозначают ноты может быть один и тот же элемент просто разные иконки но это очень похож на ганимед аромат но я бы сказала что это клон хороший клон пока я не разобралась со стойкостью потому что иногда у арабских ароматов им надо давать отдыхать несколько месяцев до года даже даже такой есть очень долго ждать но в идентичный аромат вот что я могу вам сказать врач у меня нет никакой мотивации как вы понимаете но вот такой аромат ультра современный ганимед в лампе алладина продолжим с лампами алладина и я тоже получил этот аромат совершенно недавно и он меня к сожалению распылитель он иногда у меня отлетает ну вот такой пузырек вот такой пузырек и называется antique и это тоже латафа но этот дом ниш эмарати я это все подпишу конечно то есть у латафы вы знаете несколько таких домов и вот если это латафы непосредственно то это ниш эмарати бай латафа и это называется antique это клон на гри шарнель от бдк очень похож единственно мне кажется что здесь сандал менее молочный как будто как будто больше здесь древесности и сначала первое распыление мне показалось очень много ну не перца но очень много специй сейчас по истечении нескольких раз когда я на себя его наносила уже такого объема специй но видимо там что-то в трубочке застряла до такого объема специй нет есть все те специи в частности кардамон который есть в гри шарнель удивительно похож для меня здесь это знаете даже сандал и ирис здесь ирис чуть-чуть вот по-другому звучит здесь понимаете да то есть в гри шарнель мне нравится что там ирис горьковатый а здесь ирис чуть-чуть идет в сторону бумаги если вы меня понимаете вот единственные вот эти небольшие отличия но это такой же уютный успокаивающий аромат вот в такой лампе аладдина не знаю что это за тенденция сейчас видимо меняют стиль ну хороший аромат правда правда крисула фаворит всех осенних подборок лет уже как это by the fireplace by реплика на зон марджелла и вот появился клон и это фрагмент называет этот аромат эйс что означает туз да туз пик и это аромат клон by the fireplace но опять же здесь не совсем такое же звучание я к сожалению не смогу параллельно сравнить потому что у меня уже пробник был от by the fireplace и я его уже успешно закончила но мне в реплике не совсем понравилась стойкость пожалуйста пишите как на вас стойкость но вы знаете мою проблему здесь я больше чувствую древесности для меня этот аромат более глубокий by the fireplace для меня более сладкий был здесь все начинается с гвоздики красного перца и цветка апельсина и дальше конечно же каштан с гваяковым деревом до дымность откуда и ягоды можжевельника ну и базе кашмиран бальзам перу и ваниль очень уютный древесный ну к сожалению я не смогу до параллельно сравнить по ощущениям by the fireplace слаще этот более древесный и даже более дымный здесь больше он идет в сторону дымности вот богатый аромат очень хорошо будет сидеть на мужчинах однозначно и конечно женщины которые любят by the fireplace вам понравится но но смотрите он не такой действительно сладкий то есть попробуйте пожалуйста перед покупкой я бы не хотела чтобы вы купили вслепую вам не понравилось но это уютный аромат на осенний вечер просто очень уютно накрыться пледом посидеть около камина почитать книгу пообщаться с любимым человеком ну вот конечно смотрите вот такие флаконы такие флаконы нам предлагают и кстати говоря с флаконом прилагается колода карт если вы увлекаетесь то вы можете на этом сэкономить продолжаем разговор и так следующий аромат тоже уютный тоже хит осенне-зимнего сезона это angel share любимый парфюм бейонсе и я даже слышала такую историю что она опаздывала на концерт и вот всенепременно и нужно было забежать в магазин чтобы приобрести очередной флакон angel share не знаю насколько это правда может быть это и легенда от килин так но у меня два клона на этот аромат который я очень люблю он очень уютный и действительно волшебный праздничный первый аромат который хочу обсудить это кисмет angel и он у меня стоял год и может быть чуть меньше там может быть месяцев 10 потому что я говорила об аромате angel share и мне кто-то в телеграме мне кажется марина мне сказала вот хороший клон я его купила и мне он не понравился потому что я чувствовала там какую-то неприятную ноту и вот по прошествии определенного времени я его вчера потестировала и этой неприятной ноты уже нет я не знаю что это может быть ну бывает вот у меня уже несколько раз до в арабских парфюмах было так что сначала я пробу мне не нравится что-то там не раздражает какой-то бензин выходит не знаю какая-то химия может быть и потом по прошествии нескольких месяцев представляете сколько долго он у меня настаивался и это совершенно чудесный аромат мы можем с вами опять потестировать я уже буду не на себя носить она блаттер смотрите у меня кисмет и сразу сопоставим с angel share так очень похоже очень мне кажется кисмет я сегодня опять их носила параллельно сравнивала в кисмете я больше чувствую древесности но видимо это амбра деревяшки да как мы их называем но это очень похожий аромат для меня angel share чуть послаще и кисмет уходит больше в древесину вот я правда вам признаюсь что это аромат который сначала мне вообще не понравился несмотря на то что я получил такие хорошие отзывы от своей подписчицы и вот сейчас при сравнении и вообще при носке у него неплохая стойкость и шлейфовость очень похожа но опять же как я сказала кисмет уходит больше в древесину что касается хамбра камера это похожий да даже флакон похож на angel share но это не такой похожий аромат я уже про него говорила аромат мне сразу понравился но он не настолько похож здесь нет алкогольности здесь финики то есть он более такой сладкий здесь конечно есть корица мед да то есть он очень похоже в этом же направлении но это не абсолютный клон по настроению да действительно его также хочется носить осенью зимой ну и по нотам здесь конечно корица мускат нарик бергамот при открытии в сердце здесь финики пралинет тубероза даже и махонелл это какая-то молекула да и в базе ваниль конечно же бобы тонко амбервуд мира бензоин и аки головут насколько я знаю насколько я знаю вообще здесь парфюмер не указан но вообще аки головут может использоваться только представителями живодан обратите внимание поэтому это говорит о том что парфюмер который создавал этот аромат из корпорации живодан вы знаете что там совершенно гениальные парфюмеры поэтому вот такие сейчас красивые ароматы делает латафа и хороший аромат еще есть у меня сейчас на столе я уверена я вас обрадую чтобы подвести итог кисмет более дает более древесное звучание даже вот чуть-чуть горчинка как будто вылазит выходит горчинка такая древесно древесная и здесь он более сладкий с финиками без алкоголя да он очень гурманский очень сладкий с пралине с ванилью бобами тонко и финиками вот он такой гурманский сладкий осенний зимний прекрасный аромат праздничный но вот здесь более точная копия и уходит в древесность а мы с вами переходим к хиту женской парфюмерии рифа кат рифа кат это клон на baby cat от и и это очень точная копия единственное что меня здесь смущало это стойкость но стойкость я его приобрела в марте этого года стойкость уже становится лучше и вы видите что я его ношу я его частенько пробую это безумно красивая амбра до чувственная с ванилью естественно и здесь очень много перца он такой привлекательный завораживающий он колдовской очень очень чувственный и очень достойный это вечерний аромат а здесь конечно хочется хорошо себя чувствовать я имею ввиду при одеться шпильки юбка карандаш до что такое очень сексуальные чувственное но это очень чувственно это очень красиво и это очень похожий аромат на baby cat но единственное меня беспокоит стойкость но вы знаете как я к стойкости отношусь на салфетку и нанесла на салфетке он держится три дня то есть да у каждого своя кожа но если брать объективные данные на салфетке он держится три дня может быть он не такой шлейфовый но вы его услышите красивый аромат безумно ничего арабского здесь нет очень красиво очень хочу вас обрадовать это новый аромат для меня дом french avenue это одно из одна из компаний от fragrance world вы знаете что у них несколько компаний называется спектра рейс и это клон на black phantom от киллиан почему мы так рады этому клону потому что black phantom от киллиан становится не стойким если мы берем первые выпуски вот у меня кстати говоря старый выпуск black phantom и я не жалуюсь на стойкость но сейчас так как киллиан был выкуплен знаменитым концерном estee loder все изменилось технические характеристики изменились и все мы частенько скучаем по стойкости киллиана и вот пожалуйста здесь конечно кофе здесь есть алкоголь здесь есть ром со специями с кофе сандалом пачули конечно же ветивером и в базе здесь сахар сладкий кофейно-пачули вы специевый алкогольный очень красивый мне кажется он чуть послаще чем black phantom но красивый достойный такой же соблазнительный загадочный таинственный ну что мы чувствуем black phantom вот эту таинственность чувственность какую-то мистичность загадочность как призраки опера у меня всегда black фантом ассоциируется с призраком оперы знаменитый до мюзикл выбера но вот такой аромат я надеюсь я вас обрадовала что появился клон на black phantom и еще у меня к вам прекрасная новость появился лучший клон лучший это правда клон на солей до джеда манго кис и это опять french avenue компанию fragrance world называется tropical kiss это не совсем бюджетный вариант но он очень очень похож и помните я вам говорила про манговый аромат от латафа от джаев дубай портрет да вот он не очень похож хотя многие говорят что это клон на солей до джеда манго кис я так не думаю он красивый манговый аромат но этот аромат гораздо больше похож на солей до джеда манго кис и здесь лучше стойкость и шлейф несколько часов на мне держатся если я говорю что на мне держатся несколько часов то точно будет держаться на вас и вот здесь узнаваемая то база солей до джеда здесь это горечь ромашки марокканской да с такой бархатистость у корня ириса и красивая горячий амбры и плюс здесь манго а манго красивая сочно-зеленая и аромат прозрачный он не грубит он очень утонченный вы не почувствуете разницу и вы не подумаете что это арабский аромат вот настолько хорошо звучит я очень довольна своей покупкой он стоит где-то 60 70 долларов то есть не совсем 20-30 да не в том районе вот поэтому два аромата от french и виниу меня очень порадовали копия black phantom и копия солей до джеда манго кис следующий аромат ну что я думаю вы все помните что я очень люблю эмиссию и я очень люблю парагон и наконец-то вышла копия парагона от эмиссию называем винтажный радио кто кто придумывает эти названия но принципе симпатичный флакончик согласитесь ну и правда у меня есть парагон то есть я знаю о чем я говорю мне кажется что здесь больше сливы мне кажется опять же я его только недавно получила и я не могу ручаться до что он не изменится о боже какой ну вот как парагон здесь действительно слива шалфей бергамот при открытии в сердце здесь полосанта со сливой и черным перцем и базе ут с сандалом очень красивый ничего не гармоничного выпирающего здесь нет мне кажется что здесь лучше слышно сливу и на салфетке держится три дня но на салфетке остается больше сливы чем древесности хотя здесь у да но у меня такое ощущение что эти ноты они могут начать проявляться чуть позже вот поэтому нужно мне его еще поносить но я уже слышала хорошие отзывы подписчицы ирины в телеграме слышала я что действительно он хорошо носится конечно может быть вы там найдете чуть-чуть какие-то нюансы но очень похожий в шлейф вы не разберете плюс надо еще дать ему настояться потому что вот как я сказала с арабскими ароматами они действительно долго настаиваются какие-то у них процессы но я совершенно была поражена как изменился для меня кисмет для меня раньше он так не звучал так но об остальных моих находках новинках клонах и не только я вам расскажу во второй части видео посвященные арабским ароматом у меня еще наберется их на вторую часть если вы можете себе представить поэтому пожалуйста пишите интересно ли вам эта тема носите ли вы арабские ароматы знакомы ли вы с этими ароматами также пожалуйста присоединяйтесь подписывайтесь на канал присоединяйтесь к телеграм-каналу и давайте будем оставаться на связи в комментариях давайте общаться всегда читаю на все отвечаю может быть не сразу но я стараюсь но я вам желаю всего самого прекрасного я вас увижу во второй части всех люблю целую всего самого доброго